Сейчас продемонстрирую, как это доказательство выглядело. Пробуно и садика. Начну с формул садира. Между прочим, если приглядеться, то они в точности соответствуют картинке, которую я написал. Садик писал следующее. Рассмотрим а в квадрате плюс 4bc равняется b. Всевозможные тройки неправильных чисел а, b, c. И функцию, которая задана следующим образом. Сейчас будут три варианта, три строчки. а плюс 2b, c минус а минус b и b. Это в случае, если а плюс b меньше, чем c. Остальные две строчки будут, по сути, такие же. а минус 2c, c и а плюс b минус c. Это в случае, когда c меньше, чем а плюс b, и при этом 2c меньше, чем а. а минус c, и c, если c меньше, чем а плюс b и при этом а меньше, чем 2c. Садик писал. Садик писал. И, если бы, видев на это, понял бы, что это отображение, которое множество решений такого уравнения переводит в себя. Это та самая наша геометрическая инволюция. Алгебраическая инволюция у него, разумеется, была такая, как я только что объяснял, а именно переставляем c и b на местами. Переставляем местами на b и c. И рассуждение вот такое. То есть мы сейчас, рассматривая вот такое вот отображение, поймем, что множество решений состоит из нечетного числа элементов. То есть разбиваются на паре, и некоторое одно решение остается на месте. А значит, под действием монопроеческой инволюции какая-то точка должна остаться на месте. Значит, надо бы работать. Ну, господа, лучше бы, короче, картинку нарисовать, чем это сейчас все, что называется, прорубаться через эти строчки. Ну, давайте, наверное, начнем вот с чего. Вообще, почему решение переходит в решение? Для начала нужно это проверить, да? Вот, это легко. Вот смотрите, вот если здесь а плюс 2b мы должны возвести в квадрат, прибавить 4 умножить на c минус a минус b, умножить на b. Ну, вот раз при скобке. Получится а в квадрате плюс 4ab плюс 4b в квадрате плюс 4b в квадрате плюс 4b в квадрате. Ну, b в квадрате исчезает, а b исчезает, получается то самое а в квадрате. Хорошо. Теперь смотрим сюда. а минус 2c. Ну, на самом деле, что а минус 2c, что 2c минус a, это в квадрате одно и то же. Поэтому, на самом деле, можно эти строчки рассматривать только один раз. 4 умножить на c умножить на a плюс b минус c. То же самое, в квадрате все получится. а в квадрате минус 4ac плюс 4c в квадрате плюс 4ac плюс 4bc минус 4c в квадрате. Так, минус 4c в квадрате. Вот. 4ac тоже исчезла. Опять осталось а в квадрате плюс 4bc. Замечательно. Значит, из решения получаем решение. Хорошо. Теперь давайте соображать, почему получаем решение в натуральных числах. Ну, вообще-то здесь об этом позаботились. Вот. Это число натуральное, c минус a минус b натуральное. Здесь в условии специально написано 2c меньше, чем а. Значит, это натуральное число. a плюс b. Все замечательно. Вот здесь то же самое. a плюс b больше, чем c. И a меньше, чем 2c. Хорошо. Правда, интересный вопрос. А позаботились о всех случаях или нет? Ну, смотрите. Если c – большое число, оно больше, чем а плюс b, то работает первая строчка. Может ли так быть, что c равно а плюс b? Ну, конечно, нет. Потому что b – простое число. И если бы c равнялось а плюс b, то у нас просто b разлагалось бы на 0. А плюс 2b в квадрате. Понимаете? То есть, сюда вместо c подставить ровно а плюс b, то тогда было бы а квадрат плюс 4ab плюс 4b в квадрате. Это получилось, что b в квадрате. Так не бывает. Отлично. Значит, в случае, когда c – большое число, раз сносим. Значит, c – число маленькое. Здесь вот все правильно написано, да? Теперь опять. Либо 2c меньше, чем а, либо 2c больше. Может ли 2c равняться а? Нет. Потому что, если 2c равняется а, то вот это делится на а, конечно, простое. Отлично. Все, значит, все логически возможные варианты разобраны. Теперь нужно понять, а почему это эволюция? Ну, смотрите. У нас предположено, что произошел переход по первой странице. А плюс 2b, c минус а минус b и И вот это было бы число. Давайте просто выпишу это быстрее, чтобы каждый раз выписать, чем можно считать. Хотя кто-то может делать это посчитать. Итак, предположим, что а плюс b у нас меньше, чем c. Выпишем числа а, b, c. И из них получились числа а плюс 2b, c минус а минус b и m. Отлично. Отлично. Давайте думать. Это не правильно число, это не все хорошо. Давайте думать, по какой из строк произойдет обратное преобразование. Для этого надо посмотреть. Сумма вот этих вот двух, она больше, чем третья или нет? Ну, сумма их это а плюс 2b плюс c минус а минус b. То есть это b плюс c. Ну, вот тогда b плюс c, очевидно, больше, чем c. Потому что а, b, c на правильный чисел. Поэтому, если мы шли по первой строке, то по первой строке возвращаться мы не будем. Хорошо. Теперь смотрим, будем возвращаться по второй или по третьей. Кстати, это не так уж и важно на самом деле, потому что это форма по второй и третьей очень похожей. Но, тем не менее, посмотрим. Удвоенное, вот написано во второй строке, 2c меньше а. Удвоенное число b, 2b, нужно сравнить с первым числом. Ну, вообще-то 2b меньше, чем а плюс 2b. Поэтому возвращаться мы пренепременно будем ко второй строке. Если пошли по первой, то возвращаемся ко второй. Очень хорошо. Теперь надо просто выписать формулы и посмотреть, получится то, что надо. Что значит выписать формулы? Вот это у нас новая, то есть а, это новая b, это новая c. Вторая строчка выглядит таким образом. А минус 2c, дальше просто-напросто c и а плюс b минус c. Давайте смотреть. А минус 2c. Вот надо взять вот это выражение и два разовых частей. Вообще-то это будет факт. Хорошо. Третья, это b. Очень хорошо. Теперь сумма вот этих и минус это. Смотрите. Когда вы складываете, а исчезает, получается b плюс c, а минус b получается c. Отлично. Я сделал третью часть работы. Понятно, да? Я сделал третью часть работы. Господа, я думаю, не стоит делать еще две трети. Советую вам что-то сами посмотрите. Потому что идея вот ровно такая. Понятно, да? И надо просто аккуратно выписывать, и у вас все получится. Вот так выглядит доказательство цели. Это идея.